добрый день дорогие друзья немножко раньше начинаю я сейчас уберу сразу свое изображение у меня очень плохая связь здесь как мне слышно дайте пожалуйста обратную связь борис так спасибо спасибо к сожалению эта связь здесь прыгает интернет я нахожусь спасибо спасибо с новым годом еще раз всех для проверки звук спасибо спасибо друзья я рад вас слышать вы меня не видите но суть не в этом главное что нам удастся чуть-чуть пообщаться здесь очень плохо интернет где я нахожусь в эстонии здесь очень плохо работает интернет но будем работать пока работает и по крайней мере все что я хочу постараюсь вам доложить это первый бинар в этом году и уже 2019 год поэтому я сегодня хотел бы начать вебинар с того что показать откуда мы идем и куда мы стремимся смотрите значит что что очень важно сегодня на мой взгляд вот возникает целый ряд вопросов разные разные как бы веяния у людей это все естественно в пути мы в пути понимаете вот мы начали этот путь начали мы без анатолия эдуардовича вернее он начал без нас правильно так сказать и он шел до 2014 года с 2014 года мы начали с пустого места условно говоря кроме идеи кроме тех разработок которые у него были ничего не было то есть бы были была основа основной костяк основной скелет технологии и и надо было приземлить в экотехнопарке 2014 году 2015 год происходило приземление это неж это еще не шел проект выперли пардон из литвы выжили оттуда потом начали быстро привязываться в марины горки 2015 году я прекрасно помню тот момент когда мы стояли осенью в августе месяцев перед осенью в экотехнопарке на полигоне и происходило значит закладка капсул времени на 25 50 и 100 лет и вернее извиняюсь на 15 50 и 100 лет и это самое там было очень все природно и трудно было что-то представить и теперь я помню какое было мое впечатление осенью этого года то есть понимаете да это 2015 2018 год что происходило 2015 я бы это мое разбитие процесса но его надо воспринимать и понимать что он так идет дорогие друзья и это строительство и начало сертификации и это так идут инвестиции не было бы инвестиции я уже неоднократно мы с вами разбирали схему что это как бы три единства элементов здесь к проекте в котором мы работаем ни один элемент без другого не работал бы акции просто кто-то начал бы предлагать пустая ерунда нету технологии нету возможности ее как бы оценки возможности ее сертификации нет сертификации нет технологии которая готова работать то есть вот это три единства оно должно постоянно это надо понимать но с другой стороны можно и так и без этого понимания инвестировать но надо инвестировать с умом и проект продвигается 2017 2019 год и свете мы уже находимся здесь в этом этапе вот и здесь идет сертификации подготовка адресных проектов начало строительство по адресным проектом сегодня у нас начать и была там небольшая информация меня слышно вообще-то сейчас нет слышно да спасибо 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 владимир да спасибо спасибо владимир привет вильнюсу коллегам значит смотрите и начало строительство адресных проектов все анатолий дадыч очень сдержанно то есть он он вообще просто вот знаете как не хочу сравнение делали он показывает чуть 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 от того что возможно вот мы были в конце прошлого года на его на награждение в братиславе международным всемирной премии приз значит медаль это золотая так вот и он очень интересно очень много рассказал того чего мы вообще не видим не слышал я не имею права это передавать это все будет со временем как бы ну вам доступно вот чтобы не было спекуляции этого нельзя сейчас говорить но это очень интересно где мы сейчас находимся с другой стороны я много мог бы рассказать вам даже с того небольшого уровня на котором мы находимся подготавливать skyway capital подготавливать адресные проекты и готовить к их ну как бы введению их в на стадию строительства тоже идет процесс понимаете и куда мы идем мы идем 2019 год и 2021 год то есть что здесь самое основное для нас для инвесторов это завершение основных сертификаций да это мы точно завершим не уже в этом году будет последний вид транспорта на стадии завершающей сертификации или по крайней мере он пройдет те стадии которые позволят начинать строительство строительство адресных проектов продолжится начало здесь здесь продолжение строительства развитие технологий skyway ведь после завершения строительства уже сейчас когда мы говорим о целом ряде проектов там уже есть целый ряд новых необходимости новых как бы доработок но эти доработки будут или же осуществляться в экотехнопарке который у нас есть мариной горке или это будет делаться в объединенных рабских эмиратах на трассе и на том на том парке который там будет или же это будет происходить непосредственно уже на самой трассе похоже похоже вот последние дни декабря показали что переговоры которые мы завершали вот уже ну как переговоры постоянно идут беседы постоянно согласование вот тех условий с которыми мы идем дальше в сан-бернардино там будет сертификация горного варианта то есть так называемый горный козел будет там юникар условно говоря его просто так сейчас назвал то есть это будет новый вид ну как бы новый подвид юникара горный то есть горнолыжный вот выходы на на iseo и на ipo мы вынуждены будем сделать в этом году уже одно или два или даже может быть три айсио и начинается процесс подготовки к айпио видите здесь наверху 2019-2021 год вот ответ на ваши вопросы понимаете но не тяните меня за этот самый загланды которых у меня нет слава богу и не выждавливать когда масло это будет это будет 219 или это 20 или это будет 21 а это в апреле 21 год понимаете не знаю я сегодня но мы намечаем квантовом пространстве с вами период и она будет так происходить когда она будет происходить только в том случае если мы не будем сидеть дома или или если в том случае если мы будем или когда мы будем подходить к этому таким образом что мы не будем стоять в стороне и ждать что кто-то там сделать павлов там любили все все сделать а масло то ли не посидит значит это поплюет потолок посмотрят, а, ребята продвинут, ну и слава богу, ну и я с ними приехал. Понимаете, каждый должен делать свой вклад. Только тогда мы продвинемся, когда и этих самых неожиданных настроений по рискам будет меньше. Я вот вспоминаю, значит, что меня возбудило, в хорошем смысле этого слова, значит, когда я смотрел чат. Я мало пишу сейчас, но я все время заглядываю в чат, который идет по адресным проектам. Вы молодцы, там мне нравится сейчас этот настрой. Но время от времени, знаете, как в семье, сомнения возникают по поводу... Теща вот болтает у меня что-то там под ухом, и возникают сомнения или по поводу супруга, или по поводу супруги, понимаете? То есть сомнения. Но поймите правильно о рисках. Что я хочу вам сказать о рисках? Это путь. Смотрите, что дает уверенность по рискам? Путь, длинный путь. Уже только отсюда мы прошли, пятый год пошел, дорогие друзья. Понимаете? О чем это говорит? О том, что процесс реальный, действительный, он капитализируется. Процессы, да, хочется быстрее, да, пишут же, там люди пишут, что вот у меня то-то, то-то произошло, хотелось бы там деньги. Конечно, но ничего не поделаешь. Мы должны знать, во что мы входим. Понимаете? И в очередной раз, говоря о рисках, я хочу просто привести, знаете, такой рабочий крестьянский пример. Вот смотрите, мы находимся точно в тех же условиях, как, вот представьте себе, когда мы выходим, любой из нас, вы, я, все равно кто. Мы выходим на трассу, все равно на какую? На автомобильную трассу. Мы выходим, мы садимся в самолет, мы садимся в поезд, мы идем на горно-лыжный спуск. Мы должны продумать, какие риски нас там ожидают. Ну, например, на автомобильной трассе. Я сегодня проехал почти 250 километров. Извините, ледяная дорога, масса рисков, но я должен себя вести на этой дороге таким образом, чтобы кому-то не доставить неприятности и, в первую очередь, самому себе. Все, что от меня зависит, я должен сделать корректно, вовремя, правильно, без нарушений существующих правил. Понимаете? И я тогда продвинусь правильно дальше. Да, может быть, в пути кто-то свернет, не туда, что-то сделает не так, но риск-то у меня есть. Выходить мне на дорогу или не выходить? Конечно, выходить. Садясь в самолет, та же история, садясь в поезд, тоже сам, а на горно-лыжном спуске, извините, там масса разных неожиданностей может быть. Но там надо себя, соответственно, висеть. Точно так же и наш проект. Здесь тоже много неожиданностей. Но это не значит, что мы должны постоянно охать и ахать. Ой-ой-ой, ай-ай-ай. Понимаете? Конечно, есть риски. Но, как написал в чате, основной наш риск, дорогие друзья, это временной срок и срок-время. Понимаете? Могут быть оттяжки и от нас зависящие. В первую очередь, зависящие от наших партнеров. В первую очередь, надо делать самим все корректно, как я вам уже по автомобильной трассе сказал. Во вторую очередь, смотреть и надеяться на партнеров. Здесь мы имеем меньше рисков, чем выезжая на автомобильную дорогу. Поймите это правильно. Поэтому, когда заходит разговор о рисках, это не значит, что где-то что-то прогорело или что-то собирается кто-то передернуть. Да, к сожалению, мировая практика такова, что много проектов есть. Ну, так точно так же, как на дороге. Я могу сесть и не ехать на дорогу и рассказывать вам истории, как происходили неприятности у людей на дорогах. Ну и что? Ничего, с этим самым делом мы никуда не продвинемся. Вот. Таким образом, дорогие друзья, дорогие друзья, что я хочу еще вам сказать? Значит, здесь всем все ясно. Я хочу вам сейчас пару слов сказать еще, еще сказать о чем. Нет, я не хочу с вами прощаться. Я вам хочу сказать пару слов о том, что я говорил об адресных проектах и кластерном содержании. Напомню, кластер это как бы гроздь, которая содержит стержень, гроздь, да, и наполняется некими ягодами или сопутствующими проектами. Они вместе создают абсолютно новое качество. Поэтому наша транспортная структура или транспортная структура по технологии Skyway, она может быть, как бы, иметь в своем содержании в адресном проекте. Это может быть и логистика перевозки пассажиров и грузов, сопряжение с существующей сетью. То есть с существующими транспортной сетью города, трамвай, троллейбус, почему бы и не движение такси, абсолютно возможно. Как сопряжение осуществить? Мы не делаем это отдельно. Но если мы это продумаем, это уже будет плюс. Инфраструктура, составляющая кластер, инфраструктурные составляющие кластер. Это могут быть различные трассы, которые прокладываются вместе с нами. Но это надо знать, что это делается. Понимаете? Разбирая, например, рижский проект, мы вдруг, если бы это мы не делали, мы этого не знали. Мы вдруг узнаем, что начинается реконструкция телевышки рижской. Вот, а это как раз интересная вода на нашу мельницу. Понимаете? То есть это инфраструктурно, мы можем их поддержать, и это будет нам выгодно, и им будет выгодно, и нам будет выгодно. Парковочные дома и кассеты парковочные. Это особая история. Я вообще не рекомендую практически рассматривать ни один транспортный проект без вот этой составляющей. Иначе теряется смысл. То есть мы не усиливаем транспорт. Если мы не решаем своим адресным проектом разгрузку каких-то каналов, транспортных каналов, по которым сегодня толкаются. Или автомобили, пятиместные автомобили с одним издаком, или с пятью издаками, неважно. Или это какие-то такси, или это автобусы, или еще это что-то. Понимаете? Но если мы говорим о парковочных домах и кассетах, это, естественно, персональный и индивидуальный автомобиль. То есть к городу подъезжают, по городу мы решаем за счет транспортной сети Скайвей, а дальше и существующей транспортной сети. И дальше возвращаются обратно в свою, берут из кассеты парковочного или из парковочного дома автомобиль и уезжают. Как в аэропорту. Что-то типа этого. Понимаете? Ну аэропорт это одно, а наша система другая. Но сравнение хорошее. Энергетические решения. То есть мы даем возможность... Субтитры создавал DimaTorzok Так, я прошу прощения, я выбил, а будьте терпеливы, я буду возвращаться к вам обратно. Сейчас опять связь есть. Так, слышно. Спасибо, спасибо, Варис. Вот, и остановился я на том, что... Расскажите про ERSS-H3. Нет такого ERSS-H3, Павел. С какой целью создали? Это не ERSS-H3. Это у нас... Сейчас я покажу вам. Я вам покажу. Это не ERSS-H3. Это не ERSS-H3. ERSS-H3. А, вот, сейчас я покажу вам на этой схеме. ERSS-H3. ERSS-H3. Royal Capital Group. Вот она здесь. Вот она. И она несколько отличается. Так что, эта компания, я о ней говорил, повторять я сейчас не буду. Вот, это фонд, который с одной стороны принимает от инвестора средства инвестиции, начиная с 10 тысяч евро, передает их в GTI, взамен получает отсюда привилегированные акции, ставит у себя в реестре, у себя в реестре ставит, вот, а инвестор получает акции Royal Capital Group. Там есть свои соотношения, они практически такие же, как здесь. Там нет ничего другого. Но, здесь есть особенность. Если в Евразии, на Рейлс Кавейс Системс Холдинге, она учреждена Global Transport Investment, так, является дочерней компанией, и, как бы, здесь заложены акции привилегированные, то здесь несколько иное. И это позволяет, таким образом, получить, позволило получить Royal Capital Group, получить лицензию. Схема, по которой построена Евро-Азиан Рейлс Кавейс Системс Холдинги, оба, они не позволяют получить лицензии. Так что, там, во-первых, по суммам, и, во-вторых, по отношению, по имущественному отношению. Потому что, это практически дочерняя, а это партнерская компания. Поэтому, здесь, несколько проще это делать. Ну, ясно, я рассказал, да. Вот. Более подробно, ну что, более подробно, еще раз показываю. Инвестор инвестирует в Royal Capital Group. Оплачивается в соответствующий какой-то пакет, получается, да. Передача привилегированных акций Global Transport Investment, те же самые, из количества 2%, которые вернули обратно. Royal Capital Group. Регистрация акций GTI в собственность Royal Capital Group, а инвестор получает передачу акций самого Royal Capital Group инвестору. Вот вся разница. Держит реестры, которые, таких реестров в мире много, в которых Royal Capital Group держит. За это отвечает там администратор, который там есть, вернее, аудитор, извиняюсь. Аудитор, администратор, он, по-моему, так там называется человек. Люди, кто знает что-нибудь о мини-риториях. О мини-риториях. О мини-риториях это минимальные акционеры, минимальные акции, которые держат мажориторию, есть мини-ритория. Ну, давайте сейчас не будем здесь проводить... Да, да, правильно, Олег, спасибо. Здесь курс, значит, это можно в интернете почитать. Задайте там вопрос. Так, значит, ну вот, дорогие друзья, значит, здесь, что я еще хотел вам сегодня здесь сказать. Вот по этому поводу. То есть, и плавно я подхожу к транспортной и инфраструктурной. Вот самая суть, о чем я хотел сказать. Смотрите, здесь очень важно следующее, что транспортные и инфраструктурные проекты возможных партнеров. В прошлый раз мне задали вопрос, потом, когда я говорил об строительстве тоннеля между Хельсинки и Таллином. Это совсем другая компания. У нее совсем другие цели были. Но транспортные цели были, так? Вот. Сделать так называемый коридор между Скандинавией и через Балтийский. Балтийский коридор. Они заинтересованы в соединении с Европой, либо Северного моря. И, значит, Стокгольм, Осло-Стокгольм, ось, на Санкт-Петербург, на Россию. Ведь все видят, что мощнейший рынок, это евразийский рынок, это Россия, часть Евразии. Вот. И этот коридор надо заполнять и правильно его выстраивать. И они решили сделать так называемый проход за свои деньги. Значит, получили уже определенные инвестиции, потому что они хорошо подстроились под Рел-Балтику. Сказали, что мы вас обеспечим так. Вот. Но очень сильно заинтересовались наши технологии. Потому что по земле существующими технологиями их задачи не осуществить. И когда мы начали этот вопрос разбирать, то здесь есть очень много, ну, скажем, мест для партнерства, где мы сможем предложить свои решения, как по городскому транспорту, так и по грузовому транспорту. Теперь, ответ на вопрос, а это наш проект или не наш проект? Строительство тоннеля не наш проект, но он начинает на нас работать с того момента, когда его начнут строить. Понимаете? Даже не с этого, а даже с момента, когда его начали сейчас проектировать. Потому что мы уже находимся в контакте, мы уже начинаем предлагать свои решения, и это является одним из элементов нашей транспортной структуры, дорогие друзья. Понимаете? То есть, нашей транспортной структуры, хотя они об этом даже еще и не знают. Почему нашей транспортной структуры? Вот посмотрите, потому что, что нас ждет впереди? Обращаю ваше внимание, выход на связи, создание транспортной сети Transnet. Теперь, к этому можно как минимум двояко отнестись. Создание транспортной сети Transnet и говорить, что мы создаем SkyWay, и относиться к этому таким образом, что мы создаем SkyWay и связываем с существующими транспортными решениями. То есть, в определенных точках карты, мировой карты, города там, неважно чего, возникают так называемые трансмодальные или транспортные модальные транспортные центры. В Риге это Рижский вокзал, где соединяются аэропорт за счет SkyWay, трассы, и железнодорожный транспорт, городской автобусный, троллейбусный, трамвайный транспорт. Понимаете? И точно так будет по всему миру. И это уже наша сеть, когда мы выстраиваем свой, свои транспортные коридоры, создаем свою сеть. Но мы... Так, пропал. Ну, не на совсем, Борис. Опять появился. Спасибо. Спасибо. Значит, но, таким образом, подведу черту вот в этом моменте. От синергии привлечения партнеров, когда на нас работают другие технологии и проекты, выигрывают все. В первую очередь мы. И этот проект начинает, надресный проект, неважно, он связан с тоннелем, связан он с какими-то транспортными, другими решениями. Он работает на нас. Это развитие строительства адресных проектов, это доходы, это часть, это усиление доходов, которые получаем мы. Мы буду сейчас, поверьте мне на слово, я не буду сейчас механизм получения доходов, я уже неоднократно об этом говорил, поверьте мне на слово, что как только мы усиливаем проект, наш доход тоже возрастает. А это вода на мельницу наших дивидендов. Дорогие друзья, и мы идем туда шаг за шагом, методично продвигаемся вперед с 2014 года, с чем я вас и поздравляю. Поэтому я сейчас еще посмотрю, значит, посмотрю на ваши вопросы. Сегодня я, к сожалению, должен закончить. Я так чувствую, что с чем я вас и поздравляю. Спасибо. С чем я вас и поздравляю. Дивиденды будут, снова есть, да, снова есть. Дивиденды будут тогда, когда будут доходы. Доходы есть сейчас, значит, и в принципе, мы хотим какие-то дивиденды, понимаете, дивиденды можно формально получать и можно существенно получать. Но дивиденды будут? Будут. Мне представляется таким образом, видите, вот дивиденды начнутся от строительства в 2019 году. Как я вам уже говорил, я лично собираюсь купить новую машину за счет дивидендов, современную, к тому времени уже появятся интересные машины, в 2021 году. А это очень серьезно, дорогие товарищи. За счет дивидендов. Будут при запуске локальной проекта после... Да, правильно, Вейко. Вейко. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Потому что только от этого зависит. И сейчас мы над этим и работаем. Поэтому как раз разговор о том, что зачем нам вся вот эта реструктуризация, она для этого и нужна, чтобы у нас начинался, начинал с Кавей Кэпитал, начинал работать, кроме того, что он работает на инвестиции, доведение проекта до, до, значит, технологии доведения и завершения 15 этапов, начинал работать еще и на адресные проекты. То есть мы сейчас вот работаем над этим, на общественных началах, до момента создания венчурного фонда, создания фонда, который всемирный фонд, он создан, но, понимаете, все должно происходить в определенной последовательности. Таким образом, мы находимся на пути, дорогие друзья, к созданию нашего благополучия. Поэтому сейчас я благодарю вас за внимание. Еще раз желаю вам всяческого просветания, вам, вашим близким людям, уверенности, мудрости, в ваших решениях, в вашей жизни, не только по скове, в любых решениях. От этого зависит. И самое главное, помните, мы живем в период, когда квантовое пространство повернулось к нам, и у нас есть возможность формировать свое будущее. Оно начинается из нашей головы. Будьте, имейте ясный ум, чистую голову и развивайтесь. Всего вам доброго в новом году и до скорой встречи. В следующий раз будет 11, ой, извиняюсь, 10 числа, через неделю, потому что, к сожалению, я должен сегодня, извиниться, связь плохая, и поэтому в следующий раз будет не через неделю, а на следующей неделе. Потому что мы так договорились с Суходоем, и тогда уже начнется, что после 10 будет одну неделю, 10 будет мой вебинар, на следующей неделе будет Суходоем, и так далее, и так далее. Спасибо. До скорых встреч, дорогие друзья. Всего доброго.